Рок-клуб ленинградскому Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! В отеле разместились, все расположились как положено и выезжаем на первую выставку, посвященную 40-летию Ленинградского рок-клуба в Русский музей, в Строгановский дворец, на Невский проспект, дом 17. Поехали! Ну вот мы и приехали на первую экскурсию, которая проходит в Строгановском дворце Русского музея, на Невском проспекте, дом 17. И как вы видите, выставка посвящена Ленинградскому рок-клубу к 40-летию, то есть там фотографии, артефакты. Сейчас пойдем вовнутрь. Но вкратце я для начала расскажу немного о Ленинградском рок-клубе, потому что многие люди и не знают, что это такое. Многие родились уже после того, как он уже прекратил свое существование. Поэтому я думаю, что немного рассказать о нем надо. Ленинградский рок-клуб это самое первое официальное объединение рок-музыкантов в Советском Союзе. Причем это объединение произошло не снизу по инициативе самих рок-музыкантов, естественным путем, как обычно это делается в живой природе, когда что-то зарождается, накапливается, укрепняется, а затем объединяется в единое структурированное целое. А это объединение произошло сверху по решению городского комитета Коммунистической партии Советского Союза, которое поручило работников другого комитета, Комитета государственной безопасности, собрать в одну кучу всех рок-музыкантов, маргиналов, бездельников, шалопаев и возмутителей общественного спокойствия, чтобы удобнее было их контролировать, периодически давать им возможность спустить пар на различных фестивалях и давать им возможность официально зарабатывать своими выступлениями. И в обмен на это все направлять их действия в нужное для страны русло, контролировать тексты их песен. С идеологической точки зрения товарищи в тужурках подошли очень грамотно, но сверху. А все, что огранизовано сверху, не естественным, а искусственным путем, как правило, долго не живет. Оно, как правило, обречено, так как это искусственное образование. Тем более, эта искусственность еще вызвана тем, что это были попытки объединить в одну кучу творческих людей, которые по своей самой природе индивидуалисты. Они не поддаются объединению в кучи. А рокеры, так те вообще, анархисты, не признающие никакую власть над собой. Ведь что такое настоящий неподдельный творец, будь то художник, поэт или музыкант, это, конечно же, большая индивидуальность, самобытность, оригинальность, ни на кого не похожесть. Настоящему творцу не нужна толпа, чтобы творить. Ему, наоборот, нужно одиночество, чтобы наедине общаться и со своим призванием, и с небом, которое это призвание ему дало. Настоящему творцу, индивидуалисту, может быть, эгоисту, не нужны собачьи свадьбы. Они только мешают ему творить, отнимают отпущенное ему время и убивают оригинальность. Так как в толпе единомышленников на тебя непроизвольно оказывают влияние чужие идеи, чужие подходы, ты непроизвольно начинаешь перенимать что-то чужое. Оно на тебя влияет, постепенно и незаметно убивает твою оригинальность. А, соответственно, ты перестаешь быть самим собой. К твоей самобытности примешивается что-то не твое, что-то чужое. Именно это и происходило в рок-клубе, как бы меня кто-то и не критиковал. Туда приходили оригинальные музыканты. А через некоторое время они начинали напоминать смесь Аквариума, ДДТ, Алисы, Аукциона и еще некоторых лидеров этого рок-движения питерского. Как наиболее успешных представителей ленинградского рока. Поэтому, я так думаю, что главная причина, почему рок-клуб приказал долго жить, это именно та долгожданная свобода, которую предоставили рок-музыкантам. В том числе экономическую, зарабатывать деньги. Так рок-клуб хотя бы предоставлял им возможность зарабатывать, приравнивая их к профессиональным музыкантам филармонистским. А тут это уже было не нужно. А я повторюсь, индивидуальности, объединенные в кучу искусственно, не получилось их объединить. То же самое произошло и с московской рок-лабораторией. Таким же искусственным образованием, только возникшим на 5 лет позже. Индивидуальность всегда сопротивляется любым попыткам ее снивелировать и унифицировать. Вы мне можете возразить, а как же союзы писателей, кинематографистов и композиторов, которые живут и существуют до сих пор. И объединяющие точно таких же творцов, только в другой сфере. Отвечаю, там есть экономическая основа объединения. Они финансировались и тогда, и продолжают финансироваться государством до сих пор. В отличие от Ленинградского рок-клуба и Московской рок-лаборатории. У союзов писателей, композиторов и журналистов у этих творческих объединений есть собственные здания и сооружения, которыми их наделило государство. Там выделяются бюджетные средства на содержание персонала. Там присваивают звания, дающие льготы и повышенные пенсии. Там финансируют написание книг или съемки фильмов. Но если твое творчество государство не финансирует и не заказывает, то тебе и не указывают, что и как говорить, о чем петь и что творить. Но видите, там есть экономическая основа объединения. А в наших рок-объединениях этого не было. Там было объединение музыкантов даже не на идейной основе, а на идеологической. Там финансировались только контролеры из КГБ и выделялись средства на содержание немногочисленного аппарата управления, а также предоставлялось бесплатное помещение. Вот это и была вся экономическая составляющая. Но я повторюсь, была экономическая целесообразность стать участником объединения, потому что там была возможность давать концерт. А когда она исчезла, то и прекратил свое существование и клуб. Когда прекратили финансировать ГБшников и отняли бесплатное помещение на Рубинштейна 13, рок-клуб приказал всем своим участникам очень долго и счастливо жить. Но тем не менее, он сыграл заметную роль в развитии и становлении нашей рок-музыки. О чем, я надеюсь, нам сейчас поведают на выставке экскурсоводы, если они там есть. Ну а если экскурсоводов нет, то нам поведают об этой фотографии тех времен, выполненные Валентином Барановским, художественно оформлявшим рок-клуб в те годы. А также фотографии Дмитрия Конрада, Натальи Васильевой, Андрея Усова, Джоанны Сингрей и Владимира Быстрова. Можно быть и других фотографов, которые в то время, как большие любители рок-музыки, как энтузиасты снимали и концерты, и закулисную, и домашнюю жизнь музыкантов. Также организаторы выставки пообещали, что там выставлено много артефактов, предоставленных музею звездами русского рога. Поэтому пойдемте глянем, а потом подведем итоги. Ну а тут плакатик покрасивше, чем на улице. Покрупнее чуть-чуть. Пойдемте смотреть. Здравствуйте. А тут нет никого, кто нам что-нибудь расскажет интересное? Нет, только смотреть самим. Понял? А то хотелось узнать кое-что. Тайны, тайны питерского рога хотелось узнать. У ленинградцев, у местных. Может, они знают. А молодежь не помнит бобинные магнитофоны. Воспоминания. Бобинку раз, намотал. Скорость отработал, включил, погнали. Красота, красота. И, конечно же, винил. Но это же такая красота. Это было произведение искусства. Ты брал в руки эту пластинку и наслаждался в руках. Я держал, потом ставил на свой проигрыватель. А у меня была электроника B101. Лучшая в Советском Союзе. Тысячу рублей стоило. С такими противовесами. Раз, она так аккуратненько. И звук обалденный, объемный. Вот, парадежка шипит, но обалденный звук. Цифра такой звук не дает. Сухо. Мертво немножко. Ну, вот видите, они здесь грамотно подошли. Тематически. Каждый уголочек посвящен какой-то группе известной. Это зоопарк со знаменитым майком Науменко. Ну, чем они хороши? Зоопарк. А тем, что они делали прикольные рок-н-роллы. Вот это я хочу отметить. Конечно, тогда аппаратура, все это было, звучало так. Неважно. Но заводная музыка, хорошие рок-н-роллы делал Майк Науменко. Пару фоток группы Алия. Или Алия, не знаю. Это приколисты такие были. Пели песни такие стебные, веселые. Идем сюда. Аукцион. Ну, это тоже из разных стебных приколистов. Почему-то любят рок-музыканты стебаться, прикалываться. А это их знаменитый Олег Гаркуша. Вот именно он больше всех кривляется на сцене и прикалывается. Прикольно. Наверное, все знают, что это. Потому что тут целый угол. Это главная группа Рока Ленинграда. Акубариум. И Борис Гребенчуков одну из своих гитарок дал сюда, как артефакт. Чтобы люди могли посмотреть на его реальную, на его именную гитару. Такамина японская. Хорошая гитара. Такамина. Вот он. Бородатым стал. Модно сейчас быть бородатым. Кстати, я сам бороду отпустил тоже. Видите, тенденции есть какие-то. Но, да, конечно, до этого я еще не дорос. Вот до этого я еще не дорос. А сейчас у него вообще вот такая борода. Какой он. Ребята, зизиток. Помните, вот такие. А тут показывают свадьбу Бориса Гребенчукова. Счастливый, молодой. Да он сейчас молодой и счастливый. Я смотрю на него, но веселится и радуется. Как волосюк из дырочи. Все правильно делает. Только так и надо. Почемте. Ну, вторая главная икона питерского рока. Ну, Виктор Цой, группа кино. Ну, любили его. И до сих пор любят. Бывали мы в его кочегарочке. Смотрели, когда все проходит. Как все там разместили. Прикольно там. И кафе сделали небольшое. Вязал небольшую сценку. Выступать можно. Хорошо сделали. А вот интересная группа. Группа ноль. Чем она хороша? Это тоже приколистый. Лидер группы. Федор Чистяков. Чем он заменит? Помимо того, что он пел прикольные песни. По типу аукциона, авиа. У него своеобразный блюд. Играл на баяне и пел песни. Но это настоящая рок-музыка. Он придумал термин один. Который называется говно-рок. Который пошел в народ. И теперь люди, которые музыка, если им не нравится, называют ее говно-роком. Если нравится, то хороший. Настоящий рок. Но это автор терминалон. Эмигрировал в 2017 году в Америку. Сейчас там находится. Здесь посидел в тюрьме. Но правда не за рок-музыку, а за хулиганство, за поножопщину. Александр Башлачев. Это человек с трагичной судьбой. Клуб 27. Пьянка до добра не доведет. Талантовый поэт. Хороший музыкант. Пользовался большим успехом. Еще одни идолы ленинградского рока. Группа Алиса и Константин Кинчев. Великолепная группа. Мне очень нравится. Очень оригинальная, заводная, мощная. До сих пор. Он делает заводные, забойные вещи. И он правильно поет. Мне вот это нравится. Он правильно синкопирует. Это грамотный товарищ. Понимает, что такое рок-музыка. Автоматические удовлетворители. Ну, я думаю, что само название говорит о том, что и о чем они пели. Тоже приколисты. А вот еще один приколист, который на самом деле вызывает у меня глубокое уважение. Это Петр Мамонов. Его звуки му знаменитые. Чем знаменитые? Опять-таки кривляется, как Олег Гаркуша в аукционе. Или наоборот, Олег Гаркуша окремляется, как Петр Мамонов. Но это великолепный актер, чтобы вы понимали. Это раз. И это отличный музыкант. Да, конечно, можно сказать, что его музыка там проста как-то. Но он поет правильно. Они делают правильный классический хард-рок. В этой группе на басу начинал как-то и пробовал себе даже Артемий Троицкий. Это знаменитый, самый, наверное, лучший рок-историк и рок-журналист. Я его так называю. Он, правда, пытается называть себя рок-критиком. Но я думаю, что больше подходит ему рок-журналист и рок-историй. Рок-историю он знает, наверное, лучше всех нашего, нашего рока. Я не знаю больше, кто так глубоко и всесторонне знает историю русского рока. Он написал много книг. Но это я отхожу от Петра Мамонова. Ну а Петр Мамонов, конечно же, мне очень понравилось, как он сыграл священника в фильме «Остров». Потрясающе, классно сыграл. Фильм обольянный. Рекомендую посмотреть. А вот уголок поп-механики, который возглавлял и организовал знаменитый Сергей Курехин. Потрясающий музыкант. Музыка у них интересная была. Такая интеллигентная, хорошая музыка. Слово «поп», чтобы вас не вводило в заблуждение. Оно к попсе не имеет никакого отношения. Просто тогда рок-музыку называли тоже поп-музыка. Ну и еще одни идолы ленинградского рока. Группа ДДТ Юрий Шевчук. Как он сам себя называет? Музыкант Юра. Помните, на встрече с Путиным? Вы кто? Юра, музыкант. Смысловые тексты, очень вдумчивый поэт. Но половина песен у него исполнена в бардовском стиле. Немножко отклоняется от рок-музыки. Но это мое мнение. Поэтому его музыку можно назвать барда-рок. Вот так вот. Но хороший, хороший. Молодец, классный поэт. Ну, Джанна Сенгрей. Цой, грейщик. Цой опять. Цой со своим знаменитым шпицем. А вот памятник. Видите, памятник неизвестному рок-музыканту. Автор Дмитрий Шагин. Ну, прикольный, видите? С открывашечкой. Гитара в виде открывашечки. Но это подчеркивает сущность рок-музыканта настоящего. Который без стимуляторов может все сочинять, что угодно. Он без них может. Это он специально стимулятор над стимуляторами. Ну что, выставку просмотрели. Очень интересно. Жаль, конечно, что не было экскурсов водов питерских местных. Чтобы они нам поведали некие секреты питерские. Я уверен, что они их знают. Но на выходе мне нравится вот этот вот плакат. Дорогу русскому року. А я его немножко перефразирую и украшиваю. Дорогу рок-группе Волочука СД на Олимп русского рок-нерова. Идемте, подведем итоги на улицу. Тут жарковато. Идем. И туда съездим обязательно. Надо посмотреть на место жительства рок-клуба. Которого у него потом успешно в конце 90-х отняли. И он прекратил свое существование. Доблестное. Но обязательно надо написать благодарность организаторам выставки. Выставка прекрасная. Погружает нас в то время. Великолепное. Такое пассионарное время. Время революционное. Когда рокеры пытались изменить мир. А потом поняли, что менять очень непросто оказывается. Но напишем. Благодарю организаторам выставки за погружение в ту незабываемую атмосферу. И раз мы уже здесь, ну как уехать без такой книжки? Продайте книжечку, люди добрые. Не зажимайте, ну вы что? Последняя что ли? Последнюю отдайте. Рок музыкант вала, еще когда не может. Не разобрали? На крутик. Для меня зарезервировали. Пойдемте купим. Спасибо. Люди добрые, кто продаст мне книжку? Про рок-клуб. Ну раз уже сюда приехал, выставил. Что такие хорошие люди здесь есть? Продадут? Не жалко вам? Нет, не жалко. Да вы что, вам ничего не жалко? Нет, хорошо. Ну, 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 ну. О, о. Понимает, что хороший человек приехал. Из Москвы с собой приехал. Да. Ничего не пожалел, ни времени, ни денег сюда рванул. Потому что, потому что сказали, что здесь самая прекрасная выставка. Вот. Не обманули нас? Нет. И мы так думаю, посмотрели хорошая, хорошая выставка, много фотографий. Вспомнили былые времена. И будем надеяться, что они будут продолжаться и рок ленинградский будет развиваться. Да. А выставка продолжается и по дороге в раздевалку. Видите? ДК Культуры Ильича, Центр Творческой Инициативы, приглашает. Рокси там, журнал что-то там показывает. Здесь городской смотр-конкурс любительских рок-групп Ленинграда. Видите? 83-й год, городской рок-клуб, программа диалог, Ленинградский рок-клуб, зоопарк, аукцион, звуки, му, бригада. Были мы на концерте бригады, но тех не были ни разу. Пасхальная рок-тусовочка. Хорошая плакатик. Ценность сейчас представляет, зарядка сохраняется. Рок-клуб, группа НАТИ. Помните, такая была? Группа НАТИ. Бригадисты тоже. Но, воспоминания Виктора Цоя, Дом культуры имени Газа. Видите, все, 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 подчинено рок-музыке. Весь Строгановский дворец Русского музея живет рок-музыкой в эти дни и в эти месяцы. Этот год создания рок-клуба 40 лет назад. Все подчинено этому. Вот в этом зале Русский музей еще и показывает фильм Алексея Учителя. Рок и последний герой. Я не видел ни тот, ни другой. Если у нас будет время, то мы обязательно придем и посмотрим здесь эти фильмы. Ну, что могу сказать. Выставка интересная. Для меня, по крайней мере, как начинающего рок-музыканта. Она передает дух того времени. То есть, с одной стороны, тревожной атмосферы запретов, а с другой стороны, того революционного энтузиазма рокеров-первопроходцев, ощущающих себя миссионерами, пассионариями, несущими России светочь рок-музыки и свободы. Но как потом выяснилось, что это свобода, это музыка, многим не шибко это и нужна была. Но это выяснилось потом. Это потом оказалось, что основной массе населения больше нужна не рок-музыка, а фанерная попса, караоке и стебные частушки. И еще больше нужна кормушка и хлеб, а не свобода. Но тогда еще об этом не догадывались. И люди горели рок-музыкой в надежде изменить мир. И этот революционный пассионарный дух, конечно же, хорошо передан фотографиями, представленными на выставке, снимками, которые делались непосредственными участниками тех событий, энтузиастами рок-движения, а не просто журналистами и штатными фотографами желтых изданий, которых посылали выполнять очередное редакционное задание. Надеюсь, и вам была интересна выставка, которую вы посмотрели вместе с участниками рок-группы «Волшу КЗД». На этом с вами прощаюсь. А мы поехали на другую выставку, в Шеременевский дворец, на набережной Фонтанки, дом 34, где расположен музей музыки. Но о этой выставке мы расскажем вам в следующей серии. До встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!